Десна ТВ За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 104 сообщения о происшествиях, из них 4 сообщения о преступлении. Чтобы рыбалка не окончилась штрафом – новые правила любительского рыболовства. Я любитель рыбак. Я пришла, поймала 2, 3, 10 рыбок. Об этих новостях и не только подробнее. Несанкционированные свалки, особенно в летнее время, – одна из главных проблем Смоленщины. Этот вопрос обсуждался в администрации Смоленской области. Было отмечено, что с начала года обнаружено 182 несанкционированные свалки. 46 из них уже устранены. 33 находятся в стадии ликвидации. Чиновники сообщили, что вопрос ликвидации незаконных мест с бытовыми отходами находится на особом контроле. Помочь в решении проблемы могут и жители. При обнаружении загрязненных мест нужно обратиться в местную администрацию, а также сообщить в надзорные органы. 16 августа в выставочном зале торгового центра «Феникс» гостеприимно распахнула своей двери уникальная фотовыставка «Город молодости нашей». Она посвящена истории строительства жемчужины Смоленской области, города Десногорска. Наша съемочная группа посетила открытие. Тема выставки «Десногорск с 70-80-х годов» выбрана не случайно. Экспозицию автор посвятил юбилею города, ведь 14 сентября Десногорск отпразднует свое 45-летие. Несмотря на молодой возраст, город имеет свою уникальную судьбу и историю. Здесь живут замечательные люди, ветераны и первостроители. Каждый из них внес неоценимый вклад в его развитие. А вот здесь сейчас мой дом стоит, как будто в детство вернулся. Эх, было время! Такими высказываниями сопровождали посетители фото-выставку. Очень выставка хорошая. Нахлынули воспоминания молодости. Нам тогда было, мы только-только закончили учебу. Было мало лет, дети маленькие. Так что вот. А сейчас вот вся, в общем, жизнь прошла почти. И, значит, 40 лет мы здесь живем. Я увидела много домов. Я не видела, я еще весь город не прошла. Я увидела только на фотографиях. Мне он, если честно, очень сильно нравится. Я увидела, как все раньше выглядели магазины, дома. Но вот только единственное, что я не нашла, это храмы. Сейчас эта хроника на вес золота. Фотографируя и бережно складывая пленки в архив, автору удалось собрать бесценный материал. Он задокументировал процесс роста и становления Десногорска, а также атомной станции на Смоленской земле. На снимках запечатлены будни и праздники, важные события и эпизоды, случайно попавшие в кадр. Взрослые посетители экспозиции отметили ее особую значимость для подрастающего поколения. Как только начнется учебный год, я постараюсь помочь отделу образования организовать активные экскурсии. Не только школьников, но и детей дошкольного образования. Это нужно знать молодому поколению, как рос наш город, как создавался город. Дети должны знать, в каком городе они растут. Трудно сказать, сколько следов минувших лет накопилось в личном фонде автора. Выставочный зал вместил лишь малую часть. Несколько десятков любительских снимков, с которых смотрит история. Посетить выставку и отправиться в прошлое можно будет до 16 октября. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. Смоленская виноградная долина. Подобное словосочетание оказалось невозможным еще 20 лет назад. Сегодня же Смоленщина становится центром северного виноградарства. Даже нынешним холодным летом здесь зреют большие гроздья с ароматной ягодой. Эти сорта удалось вывести путем селекции. Они устойчивы к низким температурам и неприхотливы к почве. Достижения смолян отметили даже французы. Европейцы заложили на Алтай виноградник, выведенные из сортов смоленской ягоды. В этом году богатый урожай винограда в Смоленской области ожидает в сентябре. Кроме этого, продолжается селекционная работа, чтобы вырастить лозу, способную выдерживать температуру до минус 42 градусов. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 104 сообщения о происшествиях, из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 88 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. МВД России разрешила использовать новые автомобильные номера. Речь идет о регистрационных табличках меньшего размера. Такая возможность – настоящий подарок многим автолюбителям. Привычные российские номера довольно непросто поставить на японские, американские и некоторые советские автомобили. То же касается мотоциклов. Пока новые таблички нужно заказывать самостоятельно в частных компаниях, которые имеют право на производство автономеров. Подразделения ГИБДД новые номера пока не выдают. Соответствующий закон был разработан еще в сентябре 2018 года, но его принятие несколько раз откладывалось. Документ в итоге вступит в силу 4 августа 2020 года. Но возможность использовать новые регистрационные знаки есть уже сейчас. Рост рыболовства озвучила детали новых правил любительской рыбалки. Главное нововведение – это суточные квоты на улов рыбы. Тем, кто их превысил – штраф. Подробности далее. Елена Симонова – знаток кулинарных предпочтений обитателей местного водоема. Десногорское водохранилище – ее излюбленное место рыбалки. Место хорошее в первую очередь из-за разнообразия рыбной фауны. На более чем 40 квадратных километрах водного пространства обитают лещи, толстолобики, щуки, судаки и многие другие виды рыбы. Моя водочка фелископическая. Я на нее плавлю уже давно. Она меня устраивает. Поймать на крючок можно не только рыбу. Штрафы за нарушение правил рыбалки никто не отменял. Вот только что именно запрещено, большинством рыбаков представляется весьма смутно. Я любитель рыбак. Я пришла, поймала 2-3-10 рыбок. А больше, по-моему, 5 килограмм нельзя ловить. Сколько, чего и чем можно ловить, разъяснило Росрыболовство. Ведомство анонсировало изменения к действующему закону о рыбалке. Так, с 1 января следующего года рыбакам запрещено использовать сети любых видов. Их можно будет закидывать только в районах севера, Сибири и Дальнего Востока. То есть там, где рыбалка жизненно необходима. Кроме того, вводятся суточные нормы вылова рыбы. Так что хвастаться рекордным уловом в скором ремне станет опасно. А это уже удар по самому главному – по рыбацкой гордости. Диплом высшего учебного заведения выходит из моды. Наличие корочки постепенно перестает быть конкурентным преимуществом при устройстве на работу. Работодатели предпочитают выбирать опытного сотрудника без диплома, а не новоспеченного выпускника вуза. Об этом сообщили в Российской академии народного хозяйства. Бум на высшее образование в России пришелся на конец 90-х годов. Тогда практически все выпускники школ поступали в вузы. Обратный тренд начал развиваться после 2010 года. Все больше молодых людей начали задумываться о целесообразности учебы в вузе, которая занимает не один год и по карману далеко не всем. Свои приоритеты изменили и работодатели. Для них теперь главное – наличие требуемых навыков и опыта работы. И о погоде. 20 августа в Десногорске солнечно, днем плюс 26, ночью плюс 16. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok